Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 18 марта и вот сегодня я забралась на самый верх, видите, вот он потолок, на третий ярус моего стеллажа, чтобы поговорить о рассаде, которую я выращиваю для высадки в теплицу, в обогреваемую, то есть самый-самый посев зимний, который был в конце января посеян, который прожили в февраль у меня в комнатных условиях и половину марта. Снять это видео я решила после того, как прочитала сегодня комментарий Дарьи Ивашко, извините, не знаю, Дарья не Ивашко или Ивашко, которая пишет, вот вроде все хорошо и красиво объясняете, а у самой-то рассада на вид не очень, вся вытянулась и переросла, и бледная, к сожалению, тут знаков припинания нет, не знаю, что она хотела, и переросла, и бледная, явно от недостатка освещения, стебель у такой высоты рассада должен быть как минимум в три раза толще, ну короче, Дарье показалось, что мою рассаду хоть сейчас выбрасывай, она переросла и бледная, я все это, все недостатки знаю, я вчера уже говорила про это, и вот Кристина Латвия, ей написала, что сортовые томаты выглядят иначе, чем рассада гибридов, а я ей просто ответила, что на солнышке все выправится, каждый год так, сильно не злорадствуйте, все у меня будет хорошо, видите, какие люди разные, кто-то говорит, хорошая рассада, а кто-то говорит, что хоть сейчас ее выбрасывай. Ну меня вы знаете, и в отличие от Даши, я совершенно другой человек, и если она, например, злорадствует тому, что вот, и начинает, у вас рассада бледная, у вас рассада хилая, у вас рассада такая нехорошая, то я наоборот людям, которые мне пишут, что вот у меня рассада немножко вытянулась, у меня рассада вот такая бледненькая, я наоборот говорю, что это все нормально, вы поймите, вот даже глядя на ответ вот этой второй зрительницы, есть разница, действительно, сортовые томаты рассада, она всегда немножко выглядит как бы похилее, послабее, гибриды всегда выглядят крупнее и красивее, они всегда такие как более здоровые, но это еще не самое главное, самое главное, что зимние посевы, их очень сложно вырастить, вы видите, что вот у меня здесь освещение, у меня сибирский регион, солнца не было вообще, у нас засыпало же снегом, метели, бураны, естественного освещения нет, и в таких условиях, в январе, в феврале, в первой половине марта, когда совсем нет солнца, я их нынче вообще не выносила, всего два раза выносила, нет возможности вырастить здоровую такую, как она говорит, в три раза толще стебель рассады, для моих условий выращивания, вот такая вот рассада, которая все-таки, я не скажу, что она совсем бледная, я не скажу, что она совсем хилая, но я знаю, я вчера говорила, позавчера, я говорила, что рассада, конечно, подвытянувшаяся, и в естественных условиях, если бы она росла, например, в теплице, она была бы намного лучше, вы обратите внимание, кто показывает здоровую, крепкую, такую крупную рассаду, это обычно вот у нас блогеры с Украины, с более теплых таких регионов, у них у всех она растет в теплице, в естественных условиях, да, они там немного подтапливают, но все равно она у них находится не в комнатных условиях, и я хочу успокоить всех, у кого рассада такая же, как у меня, хиленькая, подвытянувшаяся, бледненькая, но не совсем, конечно, она умирающая, для, и я еще раз повторю, для наших условий выращивания, эта рассада выглядит нормально, все исправится, когда мы высадим ее в открытый грунт, сразу после высадки, например, вот в теплицу, не только высаживать, начну выносить сейчас в теплицу, два-три солнечных дня, у нее сразу изменится цвет листа, цвет лица, так и хочется сказать, она станет ярко-зеленой, она сразу начнет утолщаться, и ничего такого катастрофического и неисправимого, в том, что сейчас рассада немного вытянувшаяся, нет, я вот вчера, когда отвечала, ответы на вопросы снимала, я сразу сказала, да, нынче у нас солнца нет, и рассада, конечно, подвытянулась, но это все исправится, и вот что делать в том случае, если вам кажется, что у вас рассада вытянулась, что у вас рассада хилая, недостаточно развитая, я буду снимать сегодня на эту тему видео, но про себя я сразу скажу, вот как некоторые пишут, у меня рассада вытянулась, что делать, у меня рассада бледная, что делать, я сразу скажу, что я почти никогда не применяю никакие препараты, которые останавливают вытягивание, или которые утолщают ее, ни в коем случае нельзя вот в такой ситуации делать подкормки, когда рассада, например, кажется вам немножко хилой, вытянутой, вы начинаете делать подкормки, вы ее этим не оздоровите, я расскажу, в каких случаях нужно делать подкормку, А когда лучше подождать? Лучше подождать, когда наступит дата высадки. Я вот мне ждать еще 2-3 недели, но я сейчас буду активно выносить ее каждый день на солнце. И чем пичкать ее химикатами, я лучше потаскаю эти лотки туда-сюда в теплицу. Но, конечно, есть у некоторых условия, когда не вынесешь ни в теплицу, ни куда, тогда уже можно, конечно, применять. Некоторые применяют и корневин, некоторые применяют и атлет. О каждом препарате нужно говорить отдельно, у них разные действия. Ну вот, я пока ничего не буду делать. Сегодня покажу вам, что теплица уже почти готова. Вот видите, докуда мы доросли? Почти до самого потолка. Внизу еще 2 этажа таких же растений. Лазить тут уже страшно, видите, что с ними творится. Они живые, они хотят на улицу. Все, до свидания. Продолжение следует...